Субтитры создавал DimaTorzok В свой сегодняшний разговор я предварительно назвала Рыбников и его записи в связи с древлей православия и Выговской пустынью конкретно. На самом деле, конечно, мне хочется немножко пошире про это рассказать и, наверное, в первую очередь немножко объяснить, что это я так вцепилась в эту тему и почему я хочу слушать разговоры и истории разных людей. Я назвала это древлей православия, но я сейчас попробую сказать, что меня так в этой теме волнует. Я бы сказала, что волнуют меня две вещи. Одна, скажем, общечеловеческая, другая связана с моей собственной позицией как позиции следователя. Что касается общечеловеческой истории, это вопрос о том, в какой истории мы живем. То есть какие факты истории являются значимыми для моей жизни, и я их помню, имею в виду, и они являются общей темой, а условием для нашего разговора. Скорее всего, все здесь присутствующие, в общем, в курсе, что Аврора стреляла, и так началась Октябрьская революция. Вот такой факт присутствует в нашей жизни. Но, например, поход Скопина и защита наших пределов, и гибель Скопина в Москве от отравления, очевидным образом, вот эти все обстоятельства известны только специалисту. Собственно говоря, когда я училась, и когда у нас был курс фольклора, исторические песни – это наименьшее, что вызывало мое воодушевление, потому что я не понимала, что это все за люди, о чем там можно рассказывать вообще, про что идет речь. Я не знаю, кто такой Скопин или Скопин, я не знаю, ну и так далее. Я не знаю, многих этих сюжетов, они меня не касаются. Когда я все-таки удосужилась прочитать историческую песню о бывании Грозном и его сыне, то из нее я узнала, что Иван Грозный не убил своего сына. И тут вот именно эта вещь как-то произвела на меня очень сильное впечатление. Вот мы живем в мире, где Иван Грозный совершил страшный акт сыноубийства, а есть мир, где этого не произошло. Такое ощущение, что разные должны быть миры. Соответственно, то, что общечеловеческое, что меня занимает, это то, какая история память встроена в настоящее. По этому поводу ломается куча копий, происходят бурные дебаты, но это все специальное знание. А то такое простецкое, которое нам приписано и в нас записано надолго, это то знание, которое нам дала школа. И, соответственно, мы уже не помним, откуда мы это знаем, но мы знаем, какие-то вещи мы знаем, а какие-то не знаем совсем. Итак, одна вещь, которая меня волнует, это в какой истории мы проживаем. И в какой истории, и это следующий вопрос, проживают ли те люди, с которыми мы общаемся во время наших экспедиций, в той же ли самой истории, в том же самом мире или в каком-то другом. Как я уже сказала, второй вопрос исследовательский. И здесь я пыталась вспомнить, но мои младшие коллеги мне не помогли. Но мне кажется, что это была как раз история из романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где сидели разные отделы, они все создавали узлы какого-то нового агрегата или непонятно чего, но поскольку они работали на разных этажах, у них узел одних назывался «уши», а узел других назывался «корни». То есть, в принципе, они не знали, с каким Левиафаном они имеют дело и вообще, что это такое. И у меня, и, наверное, это будет главным высказыванием, которое мне бы хотелось сегодня как-то осуществить, это высказывание, точнее, пожелание, чтобы желание увидеть как нечто целостное, вещи, которые разнесены в разные науки, дисциплины и специальности. В истории музыки что-то одно узнают, и мы с большим удовольствием, я лично с большим удовольствием слушала рассказ Флорентины Панченко, потому что я ничего из того, что она рассказывала, не знаю. Хотя, очевидным образом, это та же самая культура, с которой мы имеем дело. Не менее важна историческая часть. Ну и так далее. То есть хочется каким-то образом понять и увидеть в тех реальных связях то, что мы видим разрозненно. То есть у меня возникло подозрение, что мы что-то видим отдельно как фрагменты, не видя связности. Я прошу прощения за такое мутноватое вступление, но дальше я постараюсь двигаться очень-очень конкретно. И в основном излагать совершенно конкретные факты. Начнем с заставки, с титульного листа моей презентации. На ней фотография, которая хранится на одной из пленок Юрия Алексеевича Галева. И я в свое время отложила эту фотографию и написала «Хорошо бы опознать крест». Но с тех пор, как я отложила, я этот крест не опознала. Хотя мы догадываемся, что это скорее всего даже не обетный крест, а тот, который стоит у входа в деревню, поклонный. И очень вероятно, что мы уже могли его не увидеть, потому что эта фотография Галева где-то 1971 или 1972 года. Но согласитесь, удивительно, что Галев в брежневские времена видит и снимает этот крест. Он, значит, стоит. Его не срубили или восстановили. Но вот в 70-е годы он стоит. Итак, артефакт, имеющий отношение к сложной истории старообрядцев на Мизине, фотографирует учитель младших классов в Ашгорской школе в 1971 году. Это фотографии, которые мы находили в деревенских домашних альбомах. Одна из них, это где-то тоже 70-е годы, как мы видим, на могиле, которая, скорее всего, на могиле, которая, скорее всего, больше похожа на какой-нибудь 40-й день, то есть она еще такая неухоженная, на могиле, как мы видим, стоит утюг. Мы довольно быстро узнали, зачем стоит утюг на могиле, потому что его используют в качестве кадила, потому как он умерший денек, нужно покодить на могиле. Вторая фотография из этой же серии, собственно говоря, каждый день происходит, утюг дымится, а бабушка, которая до этого довольно бодро улыбалась в камеру, очевидным образом причитает в могилу. Вот еще одно кождение. Здесь для этой цели используется совок, а это тоже фотография из Галевских, это тоже 71-й год, он с женой ездит в Горьковскую область, в село Баженово, вероятнее всего, на похороны свекра, то есть отца жены. И это фотография какой-то удивительной силы. Ну, собственно говоря, мы тоже можем по крестам догадаться, что это, скорее всего, старообрядческое кладбище, но поповское. Мы видим причитание, и, наверное, то, что мне хотелось бы в связи с этим показать, это то, что через эти фотографии проступают какие-то отношения и правила, которые, с одной стороны, нам неизвестны, ну, как, нам неизвестно, как к людям, да, то есть мы не ходим утюгом на могилах, не делаем мы этого. Мы не причитаем, но на могилы ходим, то есть понять, что там, что на могилах происходит поминание, мы можем. В этом смысле, на этом уровне наши миры совпадают. Но утюг-перебор, нам смешновато с этим утюгом, да, он как-то выпадает из картинки. Но есть еще одни картинки, есть фотографии начала XX века, где мы видим, что каждое время обязательное условие поминального акта на старообрядческих могилах, особенно без поповских. Ну, то есть это не делает, не особенно, именно без поповских, это делает не священник, это делает старший вроде или кто-то, ну, или по очереди передается всем участникам поминального акта. Я хочу сказать, что мы, приезжая в те места, которые раньше были старообрядческими, не застаем исповедников веры, никто об этом не говорит, но застаем некие правила жизни, которые стоят на чем-то, на чем наши правила жизни не стоят. И мы в опыте перемещения, трапезы, разговора, постоянно на эти границы, даже не границы, на этот другой ландшафт местности то спотыкаемся о него, то наоборот он нас поддерживает. и вот этот другой мир, вот эта какая-то другая топография на чем-то стоит. То, на чем она стоит, вот туда и хочется посмотреть. я абсолютно точно за сегодняшний разговор не расскажу всего и не расскажу, на чем она стоит, но я хочу поговорить о некоторых фактах, которые проливают новый свет на наш материал, на материал фольклористов, на материал, связанный с классическим русским фольклором, который проходит в школе, проходит в ВУЗе и который входит в набор национального культурного наследия. Вот это наше национальное культурное наследие, наше все имеет некоторые особенности, которые довольно сложно разглядеть даже используя научную литературу или учебники высшей школы. Об этом мы дальше поговорим, но я еще хотела показать еще одно свидетельство. На тех же территориях в 1958 году работали фольклористы из Ленинграда, в том числе Наталья Павловна Колпакова, и она записывает в июле 1958 года на реке Вашко в деревне Олима, где я лично была, и эту Олиму хорошо помню. Она пишет, «Мы попали к чудесным старикам, Саше Максимову, почему-то в кавычках, и его жене. Удивительные лица, удивительные глаза бывают у крестьян на севере, бесконечно добрые, кроткие, в то же время возбуждающие чувство жалости, участия и почти боли. Точно эта доброта и кротость явилась в результате больших и очень тяжелых переживаний ни одного, а многих поколений». И тут же, на следующей странице, она записывает, «По всей везении Вашки в 30-х годах очень сурово прокатилась волна запрета всякой старины. Были сломаны старые часовни и церкви, заприверженность к старине, пение былин и духовных стихов, виновные подвергались репрессиям, люди со страху жгли целыми кострами старые книги. Особенно боялись петь старины, то есть былины, так как в них поминались такие одиозные личности, как князья-бояра, князь Владимир и другие подобные персонажи. Можно зажать мизенцу рот, заставить умолкнуть былин о древних богатырях, но нельзя убить в северном человеке самое другое богатырство». Это пишет Колпакова, но в 30-е же годы, в те самые, когда виновные подвергались репрессиям, в этих местах, и не только в них, работают ее коллеги-фольклористы, которые и пишут былины, старины о тех самых князьях и боярах. Каким образом одни могут быть репрессированы за ту же самую былину, за которую уже, за ее же, Марфа Крюкова, о которой мы дальше будем говорить, получит премию сталинскую и будет принята в союз писателей, как это происходило, непонятно. Один и тот же человек свидетельствует и о репрессиях, о следовательно необходимом молчании, и о ценности того, что тогда они записывали. Это фотография. Это тот самый Саша Максимов и его жена, у которой остановилась Колпакова. Она сделала эту фотографию. Это 58-й год, деревня Олима. Я хотела бы, чтобы вы видели лица, потому что они стоят того, это очень редкие снимки. Итак, теперь, собственно говоря, я перейду к фактам, которые, я бы сказала так, которые вроде бы очевидны, но мне открывались как-то очень не сразу. Самое известное и самое первое произведение, которое меняет отношения, даже не то, что меняет, которое выстраивает новые отношения российской просвещенной публике с прошлым, это древнейшие российские стихотворения, собранные Киршу и Даниловым. Это некая рукопись, которая впервые была опубликована в 1804 году и имела такой же резонанс, как публикация «Слово о полку Игореве». Вот древнейшие российские стихотворения и «Слово о полку Игореве» и «Ура!» у нас есть свое собственное национальное прошлое. Фактически, это то же самое время, когда усилиями Вальтера Скотта и иных авторов создаются национальные прошлые европейских народов». Это романтизм, и у нас с этими записями скудновато было. Но вот находятся великие произведения, и, соответственно, издание Кирши Данилова, которое, в общем, выходит, было опубликовано всего 24 текста из 71 текста, который находится в рукописи, подготовка Андрея Федоровича Якубовича. А второе издание вышло в 1818 году, когда был опубликован уже 61 текст. После чего эта рукопись пропадает точно так же, как «Слово о полку Игореве». она была утеряна и жила в режиме утерянности лет 70. Но она нашлась, в отличие от «Слово о полку Игореве». И следующее издание, полное, вышло в 1901 году. Если кто-нибудь захочет почитать древнейшие российские стихотворения, собранные Киршою Даниловым, то единственный шанс их прочесть будет состоять в том, чтобы как раз откопать вот это издание 1901 года. Потому что в академическом издании, которое было подготовлено, если не ошибаюсь, в 1977 году, большая часть, ну, процентов 30 текстов заточено. Потому что там такая похабень ужасная, да, и такие непристойные слова, что даже честные наши ученые, а готовил это издание Путилов, не позволяет себе их опубликовать ни в виде рукописи, ни в виде набранного текста. То есть решительный шефер справился с этой задачей, и там приведены эти тексты полностью. Маленький нюанс. Эта рукопись была куплена в 1816 году графом Николаем Петровичем Румянцевым, очень известным собирателем старины, и он поручил Калайдовичу подготовку вот этого второго издания. А дальше она была затеряна, видимо, как раз таки среди рукописей Румянцевской библиотеки, очень большой. Почему я так подробно про это все говорю? Потому что в отношении когда книжка была, то есть когда рукопись была издана, она была названа древнейшее российское стихотворение. То есть так, как если бы это были памятники времени старшей и младшей Эдды или что-нибудь в этом роде. Но известно, что тетрадка написана на бумаге середины XVIII века. И по одной из версий она была эти записи были созданы на Демидовских заводах. В частности, известный такой господин Прокофий Акинфьевич Демидов, один из старший сын Акинфиа Демидова, владелец крупных предприятий меценат и благотворитель, заказывает переписать из некой тетрадки фрагмент этой рукописи и отправляет этот фрагмент Миллеру. Я не знаю, известна ли кому-нибудь фамилия и кто такой Миллер, но может быть в голове у кого-нибудь шевельнется определение нормандская теория. Нормандская теория Миллер и правильный Ломоносов, который показал его миллеровское место, это вот что-то отсюда. Что там было с Ломоносовым, дело темное, оно не темное, но довольно нехорошее, но мы туда не будем ходить. В общем, можете полюбопытствовать. Наш Михаил Ломоносов разобрался с Миллером, который, например, вице-секретарь Академии наук и художеств, например, руководитель Второй Камчатской экспедиции, ну и так далее. В общем, весьма достойный человек. Но в круг его интересов входила и русская история. Так вот он в переписке с Демидовым и ему Демидов посылает фрагмент песни о смерти Ивана Грозного, списанной, точно совпадающей с текстом, который находился в рукописи. Связаны были они еще интересным образом. Прокофий Акинфьевич, например, построил и содержал на свои средства первый родильный дом в Москве. А также он содержал сиротский приют. Во-первых, он вложил многотысячные пожертвования на Московский университет, создал Московский воспитательный дом и был членом опекунского совета и на свои средства устроил родильный институт при воспитательном доме. Но, как отмечает история, вместе с тем своими причудами и дурачествами причинял опекунам немало огорчений. То он распространял слухи, что все опекуны воры, то вместо обещанных 20 тысяч рублей пожертвований прислал каждому опекуну по скрипке. Что касается скрипки, мы можем уйти, сдержусь. А также он занимался ботаникой, собирал гербарии и вообще изрядно досаждал, например, Екатерине Второй, потому что позволял себе не приходить на ее приглашение. Состояние было сопоставимо с их, Демидова, на ту пору сопоставимо с состоянием царской фамилии. Так вот, Миллер является главным надзирателем Московского воспитательного дома, то есть они связаны по разным делам. И пишет ему он в частности следующее. Достал песню об Иване Грозном от сибирских людей, понеже туда всех разумных дураков посылают, которые прошедшую историю поют на голосу. В общем, довольно прозрачная фраза, которая говорит о том, что речь идет о тех самых сосланных на каторгу и на, а точнее на работы старобрядцах, которые кто бежал, а кто был выслан из тех мест поселения, куда пришли войска в первой половине XVIII века. они уходили из севера России и уходили из-под Нижнего Новгорода, из киршетских скитов. И таким образом они пополняли Невьянские заводы и прочие заводы Урала и Зауралья, где возникает промышленность, куда нужны рабочие руки, и прекрасным образом промышленники получают рабочую силу не пьющую по определению, по убеждениям, не ворующую по тому, под тем же самоубеждением, да еще и грамотную, по той причине, что старая вера требовала грамотности в ситуации необходимости знать книги и уметь их читать и уметь молиться по старым книгам. Таким образом, да, ну и, собственно говоря, из последних исследований есть исследование Байдена, Виктора Байдена, Кирша Данилова в Сибири на Урале история, историко-биографические этюды, эта книга вышла пять лет тому назад и, собственно говоря, однозначным образом позволяет говорить о том, что это, что это рукопись, вышедшая из старобряческой среды. таким образом, очевидный факт, что то, что было нашим всем, было обеспечено старобряческой средой 18 века, в частности, промышленниками Невьянского, ну, то есть, Кирша Данилов был рабочим Невьянского старелетейного, по-моему, завода. Ну, теперь, собственно говоря, к Павлу Николаевичу Рыбникову. Павел Николаевич Рыбников нам, то есть, что мы, что, что русская, российская, советская, постсоветская культура получила от Павла Николаевича Рыбникова. Она получила от него знание о том, что в России существовала существовала живая эпическая традиция. То, что в Европе давно закончилось и не существует, в России существовало и было открыто благодаря Рыбникову. Потому что до его работы, до его записей эпоса в Олонецком крае в Зоонижье были только фрагментарные записи или рукописные записи, которые, в общем, не позволяли увидеть всю эту мощь, мощь этой традиции. В материалах, которые опубликовала Астахова где-то в 40-е годы, она ссылается на подсчет количества записей, которые были сделаны в Олонецком крае по отношению к записям на остальной территории России. Сейчас не буду залезать в эту табличку, но приблизительно можно сказать так. Олонецкий край 300 записей, Урал 26, Казачество 16 и так далее. То есть это действительно колоссальное такое явление, которое было им открыто. А теперь, собственно говоря, про него самого. Я из курса фольклора помнила о том, что, может быть, мои коллеги тоже вспомнят, помнила о том, что Рыбников был сослан в Петрозаводск по политическим каким-то обстоятельствам, и именно по этой причине он и оказался чиновником статистического ведомства, отправился куда-то по деревням и таким образом столкнулся с живой эпической традицией. Вот про это мне и хотелось немножечко рассказать, потому что это довольно любопытно, что же было на самом деле. Рыбников родился в 1831 году. Его предки были московскими купцами-старообрядцами. Отец умер, когда ему было пять лет. Он закончил гимназию с серебряной медалью. Как он закончил гимназию, будучи старообрядцем, непонятно. История умалчивает. Через пять лет он поступает в московский университет. Как ему это удалось, будучи старовером, тоже непонятно. Но интересно следующее обстоятельство. Перед тем, как он закончил гимназию, перед тем, как поступить в университет, он уезжает за границу и путешествует по Италии и Европе в течение четырех лет в качестве переводчика, сопровождая Козьму Солдатенкова и Николая Боткина. Николай Боткин на секундочку забыл, на ком женился, но шафером его был Иван Тургенев. Такой поворот. О Солдатенкове или Солдатенкове, к сожалению, знают не так много, как должны были бы знать, но в XIX веке его звали московским Медичи. Из старообрядческой семьи и открытый старообрядец, то есть он не женился, у него был гражданский брак, очень крупный текстильный фабрикант. В частности, большая часть коллекции современной Третьяковской галереи, касающейся русского искусства, это коллекция Солдатенкова. Например, всем известный образ Андрея Рублева был его келейной иконой. Он ее выкупил, собственно говоря, ведь иконы же старого письма уничтожались, он выкупил ее, забыл в подмосковном монастыре, в Зенекородске, кажется, и потом передал в дар Румянцевскому музею. А когда после революции происходило переделы фондов, соответственно, эта икона переехала. Но это малая толика. Ему мы обязаны трехтомникам сказок Афанасьева много чем, очень много чем, не буду перечислять. Но, например, он содержал с одной стороны колокол, тот самый, который выпускал Герцен, а с другой стороны поддерживал все издания славянофилов. То есть ему это было в равной степени интересно. Фигура, достойная, я не знаю, сериала, большого исторического исследования, абсолютно воодушевляющая. Так вот именно с этим человеком, который старше его лет на, похоже, 15, наш герой путешествует по Италии. Что уж они там делают, непонятно, но что-то делают. После этого он учится в Московском университете, и тут происходит следующее. У него собираются некие ребятишки, такие же студенты, и сборище называют сборище вертепников. Именно сборище вертепников уже последующие историки приписывают революционно, либерально какой-то смысл. То есть, кто там у нас кого разбудил, Герцен разбудил кого-то, вот эта история, кто кого будил, Рыбников тоже оказался разбуженным. Все было и не так. То есть, очевидным образом, их интересы связаны с чем-то еще. Потому что, потому что, когда появляется вот это самое дело, сейчас я найду, осенью 1859 года в колоколе Герцен пишет заметку о Рыбникове. Так, понятно, это вот где Герцен, где Рыбников. Да, да, собственно говоря, почему его ссылают, сейчас начнем с того, почему его ссылают. Дело о Рыбникове начинается отношением начальника третьего отделения князя Долгоругова о луницкому губернатору генералу Волкову. Считаю долгом сообщить вам, что причиной ссылки Рыбникова послужили подозрительные разъезды по слободам Черниговской губернии, населенным преимущественно раскольниками, и неуместное рассуждение в обществе сих последних. Также и прежде него поведение в Москве, где он был студентом, имел у себя частное собрание, навлекавшее на себя подозрения по тем разговорам, которые вели посетители оных. В чем они там разговаривали, что это все такое было, и зачем он поехал потом к раскольникам, непонятно. Но по этому поводу Герцен пишет следующее. Мы были бы очень благодарны, если бы нам сообщили подробности, это там, из Лондона, по-моему, в Лондоне он в тот момент находится, или в Женеве, не помню. Так вот, мы были бы очень благодарны, если бы нам сообщили подробности, за что сослан в город Петрозаводск господин Рыбников. Нам пишут, что он сослан за то, что изучая в Черниговской губернии промышленность, он ходил в русском, а не немецком платье. И это не при Бероне, не при Николае, восклицательный знак. На секундочку воображаем себе картину, когда господин, который четыре года потолкался по Италиям и Европам, потом, собственно говоря, поучился и закончил блестящим образом университет, одевается в народное, то есть, что, в армяк, в тулуп, и отправляется изучать промышленность. Ну, то есть, что-то в этой истории сидит. И тут мы вспоминаем всех этих странных народников, которые почему-то в народное рядились и шли что-то там такое делать. Если дальше вчитываться в эту историю, то кажется, что накануне манифеста 1861 года происходят большие брожения и некая либеральная силы в равной степени праславянские или праевропейские используют ситуацию старобрячества, как большого количества людей, пораженных в правах, для того, чтобы двинуть какую-то политическую идею, и эти политические идеи могли зависеть от убеждения этих самых лиц. Дальше туда не буду ходить, но понятно, что эта история там присутствует. Таким образом, Рыбников оказывается сослан в Петрозаводск, но довольно мягко, потому что в этом Петрозаводске он в общем себе благополучно служит, он получает работу. Но интересно другое свидетельство. А, забыла еще вот это сказать, замечательную историю. Я думаю, что вы знаете картину «Неравный брак», а кто ж не знает, потому что она в школьных учебниках печатается. Не так ли? По-моему, так. Учителя мне подскажут, да? 1862 год, картина Пукерева. Так вот, невеста это родная сестра Рыбникова, Софья Николаевна Рыбникова. Это известный факт. Мы не будем ходить в историю неравного брака и что там реально происходило, просто любопытный факт. Из воспоминаний современников он был человеком очень боятельным, красивым и сам Рыбников, да, и легко идущим на контакт, что отчасти и помогло ему в его работе. Среди предков Рыбникова, а да, значит, в некрологе, который был написан Модестовым в 95-м году после смерти Рыбникова, ну не некролог, но такое воспоминание, в частности упоминалось следующее. Среди предков Рыбникова были люди, придерживавшиеся оппозиции против Никоновской церковной реформы. У него хранился как некая святыня, портрет казненного при Петре князя Мышицкого, которого он считал тоже себе родственником. И вот тут все встает совсем странно, интересно и загадочно, потому что, ну и даже не загадочно, а просто интересно, потому что князь Мышицкий, это либо Андрей, либо Симеон, это те самые основатели Выговской обители, Выговской пустыни, великая и прекрасная в Игареции старобряческого центра, который находился в Зонежье. То есть представить себе, что Рыбников приехал в Петрозаводск и отправился по тем местам, вообще ничего не имея в виду, если это его родственник, и даже в голове не держал, а просто так поехал по деревням зачем-то, оделся в народное и стал блин записывать. Это вряд ли. Интересно и другое. Я прошу прощения, я взяла карту, которую современную, но зато все-таки есть возможность понять, где тут что. Собственно, вот Петрозаводск, он как был, так и есть. Вот на секундочку Толову и Кузаранда это те места, где происходила запись, а также по другому берегу вот здесь. А здесь приблизительно, наверное, Вадлозеро и Выг где-то здесь. То есть практически записи эпоса происходят на территории, которая окормляема Выгарецией. Они все так или иначе связаны с Выгарской пустынью, они ходят туда на поклонение, а здесь прямо рядом находится Палеостровский монастырь, тот самый Палеостров, в котором происходили сожжения в конце, в самом конце XVII века. Выгарецкая пустынь, которая была основана в 1795-1994 году, потихонечку развивалась и к началу середины, сейчас, не к началу, к середине XVIII века там жило уже около двух тысяч насильников, и то производство книг, знания, икон, литья и так далее, но это не мне рассказывать, я думаю, что мы попросим кого-нибудь рассказать о значении в Вагарецкой пустыне, но суть в том, что при Петре она начинает расцветать, потому что прекращаются совсем жесткие гонения, ибо всех этих насильников, которые бежали под воздействием никоновских гонений туда, в Горецию, то есть в Глухомань, приписывают к повенецким сталилитейным заводам, и тем самым они становятся, как это называется, оброченными, крестьянами, то есть свободными, но обязанными выплачивать сначала двойной, а потом и четверной налог по той причине, что они исповедуют не господствующую церковь, в смысле не следуют господствующей церкви. В Рыбникове меня занимает вот что. В статье, в частности, в статье Толстом он пишет «Вот почему образованной русской личности тяжко жить в великорусской жизни? Если она выходит из традиционных рамок, ее гонит в бесплодное отрицание нигилизма, если она приобщается своему племени, ей надо бы наложить на себя печать смирения, вступить в казенную церковь, подчиниться безусловно всякой обрядности, начиная с постного масла, и отказаться от всякой самостоятельной деятельности, от всякого самостоятельного мышления». Мне очень интересно, этот человек в силу осознанности этого выбора. В тот момент, когда ты отрицаешь завет отцов, ты оказываешься в режиме бесплодного нигилизма, в режиме человека из подполья, который не укоренен в этос и не наследует никакому этосу. Но в том случае, если ты хочешь наследовать этосу, то ты хочешь длить правила и порядок жизни отцов, то ты оказываешься в казенной церкви, с лишенной мысли и контролируемым с точки зрения твоей внутренней жизни. И мне кажется, что вот эта история, то есть некая третья позиция, которая существовала в то время, она представлена этими людьми, которые одновременно искали старое, но в то же время были невероятно открыты абсолютно всякому новому, безоценочным образом. Но двинемся дальше. выходит в 1861-67 годах выходит издание песен, собранных Рыбниковым, и в этом издании Рыбников пишет заметку собирателя, в которой описывает состояние эпической традиции в Пениже. Я маленький фрагментик приведу. Зимы 56-го 60-го года я принялся сам собирать памятники народной поэзии, но сначала удавалось записывать только бытовые песни, заплачки и духовные стихи. К записыванию этих материалов представила удобный случай первая поездка моя на Шунгскую ярмарку Повенецкого уезда в декабре 59-го года. Шунгская ярмарка Повенецкого уезда это та самая дальняя сторона Онеги, это Выговская сторона, куда съезжаются дважды в год, откуда иконы уезжают на Урал и в Нижний Новгород, то есть обмен литературой иконами, не никоновскими иконами, лупками, информацией и так далее происходит на этой ярмарке. В ту же поездку я познакомлюсь с Шунгской вопленицей или плакальщицей честно говоря я подозреваю что познакомлюсь как раз с Федосовой но это неизвестно точно а дальше он пишет следующее вопленица это в Повенецком Зонежье такое же официальное общественное лицо в бытовой сфере как уставщик в религиозной уставщик наблюдает за чистотой религиозного обряда и порядком а вопленица блюдет чистоту бытового обряда обычая и порядка она руководит ходом свадеб похорон и поминок то есть он как бы не удосуживается даже каким-то образом оговорить тот факт что он записывает былины у тех кто у тех кто пользуется уставщиками то есть у крестьян без поповского старообрядцев без поповского согласия от которых и происходит запись правда гельфердингу он сообщает следующему исследователю он сообщает что староверы больше любят духовные стихи исполнять а не как бы староверы да как раз таки былины и это обстоятельство потом гельфердингом было опровергнуто да это фотография в игорецкой обители уже в разрушенном состоянии в которой была сделана в начале в начале двадцатого века то есть это многотысячи несколько тысяч людей проживающих в прекрасно устроенным хозяйством по монастырскому уставу или с семейными скитами у них свое производство производство литейное в том числе и так далее новые гонения наступают то есть сто лет они живут более-менее выплачивая выплачивая свои вот эти вот четырех в четыре раза налоги но потом при Николае Первом снопы начинаются гонения и сначала запечатывают их часовни потом запрещают селиться молодым ну и к пятидесятому году это уже пустующее селение и именно в это время туда приезжает рыбников а следующая фигура да ну ладно мы с былинами у нас похоже так все старообрядчески обстоит но и с причитаниями тоже весьма любопытно Ельпифидор Васильевич Барсов тот самый которому Некрасов обязан своей поэзией в значительной степени потому что он бодро пересказал прекрасные причитания Федосовой ничего не хочу сказать против Некрасова но тем не менее факт остается фактом в общем очень близкий пересказ так вот Ельпифидор Барсов которого мы знаем фольклористы знают и студенты знают как собирать как первого публикатора и человека который открыл поэзию северно-русских причитаний как художественного феномена кроме этого постоянно занимался исследованием раскола в частности именно ему обязаны современные исследователи древнерусской литературы тем что он описал рукописи и старопечатные книги которые были вывезены из Вогорецкой пустыни когда ее закрыли и их всех сложили в Петрозаводске где-то там не помню где да и он был тем человеком который сделал опись этих рукописей также он пишет статьи посвященные Семену Денисову Вторушину это все тот же эти князья мышицкие которые были основателями и попечителями Выговской пустыни и тут становится понятно что в городе в котором население всего 5000 человек а читающие публики я думаю человек 20 ну ладно 100 трудно себе представить что трудно себе представить что Барсов не встречался с Рыбниковым они встречались но трудно себе представить что они не обсуждали вопрос в Игореции старопечатных книг рукописных коллекций и вообще все эти вопросы которые скорее всего все-таки обсуждались и так ну и уже очень быстро проскакивая большие большое количество времени а именно значит Федосову он записал дальше опубликовал дальше она продолжала жить там где она жила благодаря Рыбникову благодаря Рыбникову Рябинин благодаря Рыбникову Рябинина Трофима Рябинина привезли в 1871 году в Петербург где он пел былины в зале Российского Императорского Географического Общества где его слушали Римский Корсаков и Мусоргский и они записывали от него музыку а Репин нарисовал карандашный портрет вот это вот все происходило но точно так же позже привезли сначала и в Москву и в Петербург и в Нижний Новгород Фидасову именно поэтому несчастные школьники все школьники знают о вопле русской женщины замученной не помню чем это все нам написал Горький в одном из первых своих литературных опусов в очерках посвященных Нижегородской ярмарке где он собственно говоря и увидел впервые Фидасову и вот эти слова начертанные теперь навечно во всех учебниках по русской литературе высказал но что интересно уже в конце ее жизни получая довольно большие гонорары за свои выступления Фидасова жертвует деньги на школу которую в Кузаранде должны были построить школу с условием что там будут учить девочек тоже такое деяние старушки удивительное а другая интересная вещь что поселяется она в доме председателя песенной комиссии РГО Тертия Ивановича Филипова сейчас скажу кто он такой он приблизительно председатель счетной палаты ну вот что это за что за фигура да кто он вот в этом доме он проживал это его дом как мы видим на фонтанке она там у него собственно говоря свои дни и проводил чем он известен Тертий Иванович Филиппов тут вы тоже удивитесь Филиппов побуждал правительство принять второе послание патриарха отмечая что для суждения собора есть ряд иных вопросов требующих общецерковного разрешения например снятие клятв на старообрядцев московских соборов 1666 1667 годов занимался проблемами раскола выступая в защиту староверов за полную отмену всех существовавших для существующих для них ограничений собирал русские народные песни расшифровал крюковую запись старинных песен популяризировал песенный фольклос среди образованных сословий общества став членом русского географического общества создал специальную песенную комиссию для снаряжения экспедиции с целью собирания народных песен ну и на секундочку собственно говоря ему мы обязаны тем самым народным оркестром Андреева вот такой вот человек удивительный и у него проживает старушка в общем последние свои дни последних умирать она уехала уже к себе в деревню но вот последние годы она жила в этом самом доме по следам Рыбникова отправляется Александр Федорович Гильфердинг и записывает от тех же исполнителей во время второй поездки он заболел и умер в дороге фактически после его смерти уже выходят два его тома но я хотела обратить внимание на его заметки которые вошли в издание Онежские былины В Петрозаводске указали мне слепого старика крестьянина приехавшего туда для закупок он сначала неохотно сознался что знает кое-какие старины но как собирался ехать домой в ту же сторону куда лежал путь и мне то согласился сесть в мою лодку Дорогой я упросил его сказать своей старины и старик Иев Еремеев запил превосходную булину про превращение добрыни под магическим действием нашей русской церцеи Маринки Мне не приходилось читать столь полного и архаического пересказа этой булины и впечатление под которым я находился усилилось еще более когда я тут же из разговора Еремеева с другими крестьянами узнал что он завзятый раскольник Я обращу внимание на завзятый раскольник то есть завзятым может быть кем? Пьяницей Вором Завзятый это явно нехорошо Ну то есть в речи Гельфердинга как прогмема встроена это слова которые несут оценку но дальше он в общем как-то уклоняется от этой самой оценки которая в нем самом есть между тем руководствуясь сборником Рыбникова и объяснением его я был уверен что у раскольников нельзя найти никаких остатков народного эпоса и думал что посещение мест где преобладает старообрядчество было бы для меня потерей времени явно языческая былина пропетая человеком известным своими раскольничьими убеждениями совершенно меняло эти предположения и отчасти даже самый план путешествия я стал подозревать а потом вполне убедился что Рыбников не мог найти ничего у старообрядцев по своему личному положению как член местной губернской администрации но что в действительности былины поются и раскольниками вместо того чтобы избегать мест населенных староверами я решил побывать в самом центре этого населения Нового озера программа на случай встречи с старообрядцами была у меня готовая обходиться с ними вежливо не употреблять выражения оскорбляющих для их религиозного чувства не вызывать религиозных споров а когда зайдет речь о религии относиться к их верованиям с тем тоном уважения которым принято в образованном обществе говорить ценоверцам об его религиозных убеждениях но и еще одно что он замечает будучи человеком светским просвещенным путешествующим и работавшим в Европе и так далее но где следы бюрократических мероприятий производят потрясающее впечатление это в северной части повинецкого уезда около выгозера едва ли есть страна где жизнь горче для человека ибо земля почти отказывает ему вознаграждение за ее обработку хлеб то и дело вымерзает рыбы немного и не такая которая годилась для вывоза сплавлять лес некуда звериный промысел недостаточно чтобы кормить население слишком для этого густое словом здесь нужно бесконечное безысходное труженичество чтобы только прокормиться какое же остается утешение человеку при такой жизни одно единственное религия и действительно народ здесь отличается особенной набожностью но что же вы приезжаете в село и среди опрятных красивых его изб вас поражает вид какой-то печальной развалины проходя мимо крестьяне вас провожающие благоговейно снимают шапки и крестятся что это такое за развалина да это была наша часовня а лет 20 тому назад пришел из Питера приказ да приезжал из губернии чиновник вывез наши образа запечатал часовню снял с нее крест и запретил нам до нее дотронуться так она и стоит вот уже 20 лет и скоро совсем же развалится но тут добавлю увезли не только образа увезли и те книги которые были в этой часовне отвезли в Петрозаводск и там-то Барсов их и описывал да а здесь же теперь бывает у вас богослужения да нигде батюшка потому что всякое оказательство запрещено другой крестьянин православный поясняет что в этом селе живут все раскольники и начальство строго смотрит чтобы не было у них богослужения и это не в одном месте а то же самое почти в каждом селе везде разваливающиеся часовни запечатанные по распоряжениям из Петербурга кладбище заколоченными воротами в которое строго воспрещено входить дабы кто-нибудь из раскольников не отважился служить за упокоенную службу породителям везде это доброе приветливое кроткое население тружеников богозеров лишено утешения религии и всего курьезнее что это делается не из какого-нибудь фанатизма к православию а просто так по канцелярской рутине можно долго тут обсуждать что он такое говорит понятно что у него тоже есть какой-то свой взгляд и установка но чуть тороплюсь потому что хочу успеть двинуться дальше в этой истории проходит еще некоторое количество лет и уже на другую территорию а именно на побережье белого моря на терский берег отправляется Алексей Владимирович Марков и записывает старины со слов одной из самых выдающихся русских сказительниц графены Матвеевны Крюковой в общей сложности он записал 64 текста былин баллад исторических песен и духовных стихов и далее соответственно как бы эти записи вошли в издание беломорские былины которые он подготовил это ее портрет в том числе от нее он записывает как считает Татьяна Григорьевна Иванова он записывает духовный стих можно считать этой исторической песней но он записывает историю которая называется осада Соловецкого монастыря и тут я если я задам вопрос слушателям знает ли кто-нибудь из слушателей об осаде Соловецкого монастыря то я убеждена в том что могут знать только те которые специально занимаются историей 17 века я скажу за себя честно я узнала об осаде Соловецкого монастыря в деревне Белощелье когда мы уже работали там в экспедиции и там мне в руки попалось исследование историческое исследование посвященное посвященное этой самой осаде собственно говоря история в том что Соловецкий монастырь огромный процветающий отказался принять новые книги и продолжал служить по старым книгам уже после всех после принятых Никоном на соборе решений и постановлений и в течение некоторого количества времени они просто уклоняются а потом туда посылаются войска и с 1668 по 1776 то есть 8 лет или около 7 лет Соловецкий монастырь находится в осаде по отношению к Москве ну то есть это приблизительно как если бы сейчас ну какой монастырь Троицк ну не знаю Троица Серго-Лавра сказала бы что мы отказываемся платить налоги давать да строим свой интернет и вообще не пускаем никого на территорию монастыря закрываемся дальше в общем туда пытаются ввести войска а они воюют и не открывают двери и так в течение 8 лет даже ни дней ни месяцев в течение 8 лет это поразительная история которая в общем вычеркнута из всех учебников истории будь то средняя школа или старшая но например о графине Крюковой эта история была доподлинно известна и ее детям тоже и здесь я прочту заметку о ней которую пишет Марков к слову сказать он говорит о том что соседи не знали что она в общем были и знает потому что она только детям пела просто он разговорился и дальше он уже от нее писал к содержанию старин она относилась с большим доверием и только некоторые невероятные частности позволяет себе называть вракой ну в смысле вракой вместе с тем пение старин как и стихов она считает весьма похвальным делом и чаще всего поет их в рождественский пост перед тем как сказывать старину она заранее ее обдумывает боясь как бы не соврать потому что по ее словам убавишь или прибавишь в содержании а не в складе старин таковые прокляты а стихи то есть если неверно споешь духовный стих паче то есть ничего нельзя исказить в смысле содержания пылиния и тем более в духовном стихе большей частью она поет старины своим детям которых у нее было 9 человек но четверо умерло и теперь осталось две девушки девочка 9 лет и два мальчика обе взрослые дочери переняли у нее некоторые старины одна из них Марфа Крюкова о которой дальше пойдет речь она отличается особенной религиозностью которая перешла к ней от матери простаивавшей как она говорила целые ночи на молитве и еще более развелась после замужества под влиянием тяжелой жизни эта сторона эта сторона ее характер отчасти отражается в ее старинах действующие в них лица часто молятся служат молебные панихиды направление религиозности у нее как и вообще у северного крестьянства отличается приверженностью к старине и отвращением ко всяким переменам и нововведениям так что по духу она совершенная староверка в ее исторических песнях и рассказах нетрудно уловить ненависть к патриарху Никону Алексею Михайловичу и отчасти Петру Первому когда на ее вопрос признает ли русская церковь Никона святым я отвечал отрицательно она с радостью стала говорить об этом всем домашним она убеждена что в последний раз на земле священник отслужит обедню по старому а она убеждена что и тогда уже будет конец мира то есть последняя обедня по старому а значит на этом мир закончится мир длится пока длится служба по старому великим постом и вечером накануне праздников она любит петь духовные стихи я у нее записала 11 стихов которые она выучила у матери дяди Ефимы тетки Матрены Киприановны свекра и соседки кроме старин и стихов она знает несколько сказок и дальше там причитания нужно заметить что она строго отличает от старин исторические песни 18 и 19 веков которые она знает несколько о взятии Варшавы песни о Петре Первом и так далее то есть каким-то образом она в курсе какие события происходили в 18 веке какие в 17 а какие еще более еще более давние надо сказать что я стала читать про Аграфену Крюкову потому что обратилась к другому изданию это издание я его покажу вот такой вот у меня с собой один том это были записанные от дочери Аграфены Крюковой Марфы Крюковой а поскольку я уже была осведомлена о Соловецком сидении то естественно я не могла не обратить внимание на на историю об осаде Соловецкого монастыря которую рассказывает Марфа Марфа Крюкова сейчас я закладочку свою найду что меня поразило в этом ну если если вкратце скажу что в что что это за сюжет история про то что Алексей Михайлович князь ну в смысле да царь посылает за некое за неким рода непростого Петр сын Алексеевич по фамилии Солтыков и когда тот приходит он ему поручает поручает сейчас я найду где он это поручает он ему поручает отправиться в Соловецкий монастырь в частности говорит он так значит ты бывал ты бывал на Белом море у Архангельского града в Соловецком монастыре на прекрасной кинории как у светов преподобных Соловецких чудотворцев у Зосимы и Саватия как у Ермана Елизария на Голгоф и Тауева надо сказать что если Зосиму и Саватия я еще знала то про Голгоф и Йова Ермана и Елизария я полезла узнавать но и Марфа Крюкова в 1938 году знает кто это такие и мать ее в 1900 тоже знает кто они такие а Соловецкий монастырь был собственно говоря изничтожен в тысяча еще я уже говорила в 1676 1777 год с тех пор проходит сколько веков и в тех местах все удерживают память об этих событиях и дочери знают от матерей и помнят как звали тех святых которых почитали в этом месте он отправляет Салтыкова уничтожить монастырь потому что он по-старому служит Салтыков отказывается и посылается другой человек который ну который который как бы другого рода да то есть вот князь князь Печерский он ведь родом поляк же ничего он не боялся ничего он не страшился и вот этот самый князь приходит и дальше все по той истории которая действительно имела место некий человек показывает им лаз и им через какое-то количество лет удается эту осаду ну то есть победить ворваться в монастырь и дальше идут страшные всякие вещи связанные с уничтожением монахов жесточайшим образом и некоторое количество людей которым все-таки удалось скрыться сохранились надо сказать что Выговская пустыня считает себя прямой преемницей Соловецкого монастыря это очень важный момент при этом в этой же в этой же песне говорится о том что Алексей Михайлович вот он отправил значит на мучение и разорение монастыря а к нему являются два юноши пришло два премладых и прекрасных с овострую пилой и с острыми зубами подошли они к царю Алексею Михайловичу закричал же царь ведь громко ну то есть требуя чтобы выгнали а в общем из рассказа понятно что это ангел к нему приходит и тут он все понимает пытается отправить гонцов чтобы снять осаду но все уже случилось и дальше соответственно вся эта история заканчивается страшной смертью царя Алексея Михайловича которая была предсказана этими двумя юношами за то что там произошло что меня поразило в этой истории мне поразило в этой истории то что она ничтоже сумняшися поет ее в 1938 году в том самом 1938 году вполне в полном разгаре великий террор большой террор вокруг нее сжигают как нам сообщает собственно говоря Колпакова жгут книги и репрессируют за упоминание старин а она под запись поет об осаде монастыря мне было интересно как в этом научном издании будет прокомментирован этот текст Бородина и Липец пишут следующее по словам сказительницы переняла от стариков Николая Попова и Ефима Михайловича Суботина по сообщению Маркова рукопись покойной Устиньи Крюковой значит короче говоря она переняла от матери а у матери была некая рукопись которую видел Марков у матери вот этой самой графены о которой я говорила рукопись покойной Устиньи Крюковой листок со стариной об осаде Соловецкого монастыря найден мною в нижней золотице у одной старухи он находился среди рукописей со статьями церковного содержания и духовными стихами об осаде царевича окончении и грешной душе в одной из тетрадок с духовными стихами находилась запись 1813 года Устиньи Крюкова на другой бумажный водяной знак 1815 год Старина была записана или списана в десятых годах 19 века владелица рукописей в молодости жила у своей тетки Устиньи Крюковой в Ануфрийской пустыне Мизинского уезда в Ставерстах от Золотицы и там выучилась грамоте от скитниц Это еще про то как неграмотные русские крестьянки проживали То есть прабабка нашей Марфы Крюковой училась у скитниц в Ануфрийском скиту куда всех детей отправляли учиться грамоте Там-то оттуда списав листочек собственно это не было очевидным образом тайны это было общим знанием общее знание о Соловецкой осаде собственно говоря как это правильно назвать что это такое о бунте монахов против государственной царской власти знали все записывали на бумажке и воспроизводили вплоть до сталинского времени и вот эта история схлопывающая прошлое и настоящее она меня удивительно удивительным образом поражает потому что я понимаю возвращаясь к тому с чего я начала что Марфа Крюкова приняла знания и это своей матери мать Марфа Крюкова и графена Крюкова приняла знания и это своей прабабки Ульяны ну и так далее и как бы их мир длился и в их мире существовала история об осаде Соловецкого монастыря и о весьма неправедном ужасном деянии за которое в общем царь Алексей Михайлович поплатился страшной смертью а я взрослая женщина имеющая высшее образование и много чего и другое всякое образование очень долгие годы жила вне знания этой истории но я сейчас как бы немножко не то что утрирую не утрирую я еще кое-что вот что хотела показать когда я была в США я была в городе Клинтоне там есть частный музей русской иконы и там была вот такая икона она как вы видите написано Словецкий монастырь около 1680 года а поскольку я уже прочитала историю про осаду Словецкого монастыря я стала думать о том что могла ли такая икона быть написана в 1680 году то есть что здесь есть она она большая мне было трудно ее переснимать вот смотрите вот чудесный Словецкий монастырь вот кто звонарь звонит а вот очевидным образом так изображен преображенский собор то есть это прямо там и пребывает Господь в ситуации преображения а вот здесь Успенский и прямо в нем внутри происходит успение а еще там везут как какие-то товары ловят рыбу кто-то кого-то кто-то куда-то идет то есть в принципе это какое-то большое повествование вон кто-то вот тут тоже молитвенник очевидным образом присутствует но при этом еще кто-то кого-то бьет я сначала думала что они что-то там обмолачивают так нет там человек лежит ну то есть можно бесконечно рассматривать это удивительное произведение здесь написано точнее про эту надпись написано что разобрать ее невозможно я отправила глеба валентиновичу маркелову с просьбой что может быть он же справится и разберет что там написано такое а вот это лубок касающийся как раз событий падения соловецкого монастыря а именно того самого 1676 года вот но собственно говоря это все я наверное завершу свою историю тем что тем же вопросом в котором я задаюсь с самого начала есть такое ощущение что мы чего-то не видим в отношении того материала который мы хорошо знаем не видим каких-то связей человеческих исторических этических и еще каких-то которые обеспечили которые собственно наличие этих связей и обеспечила нас той культурой к которой мы имеем отношение как фольклорные так и иконографической так и литературные и так далее кажется что нужно еще какие-то связи устанавливать и делать их различимыми чтобы всю эту историю как-то понять так и 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 Продолжение следует...